Всем привет, друзья! Привет, друзья! С вами я, Хасанкистар, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня на обзоре вот такая вот замечательная малышка. Это палетка Blitz Astral Quad от Pet Magrat, и это у меня тон Ritualistic Rose. Самая такая нежная, самая розовая, самая, ну, так сказать, носибельная. Я не очень люблю это слово, но так она есть и всех её Astral Quad. И пришла эта красавица вот в такой вот маленькой коробочке. Здесь у меня вкладки, и тут написано название оттенков. Что-то тут ещё выпадает, ну-ка. Так, ну, внутри пусто. Здесь написано, что Pet Magrat сделала, что она мадера, мейкер, 25 лет, опыта в макияже и всё такое. Итак, давайте посмотрим. Палеточка вот такой вот, кстати, защитной здесь плёнки. Я её не снимаю, пусть будет. Она мне пришла вот так вот. И была запакована и завёрнута вот такой вот ниточкой. Сейчас, кстати, говорят, что Pet чуть-чуть как-то меняет пэккэджинг. Напишите в комментариях, если вы заметили. Не знаю, у меня все вот эти вот пэккэджинги Mother Ship или Astral Squad с такой вот ниточкой. То есть вот так оно красиво смотрится. Мне очень нравится упаковка. Буду её хранить, не буду. Очень красиво. Я может потом на полочку поставить. Вот так вот выглядит у нас палеточка внутри. Мне, кстати, что очень нравится вот этой вот запечённой формуле, это то, что как-то не трогай рефилы, они всё равно остаются довольно красивые. Давайте перейдём к сводчам. И первым я начну с вот этого вот коричневого оттенка, который такой, наверное, менее любимый. Я просто буду вам показывать на руке. Смотрите, вот такой вот он довольно маслянистый. В нём есть маленькие такие золотоватые блёстки. Затем у нас идёт золотой, который Pet любит пихать во все свои палетки, как говорится. Это такое классическое золото. Переливается. В нём тоже есть маленькие-маленькие золотые блёстки. Затем идёт розовый цвет. Наверное, самый такой, ну, яркий в этой палетке. Мне он очень нравится. Такая слегка припылённая, слегка малиновая роза. В ней присутствуют тоже маленькие блёстки. Они такие какие-то, знаете, даже перламутровые, что ли, даже голубоватые, если вы потом посмотрите на съёмки с айфона. И затем идёт мой любимый топпер. Это розовое золото. Он очень классно переливается. Давайте я чуть-чуть убавлю свет. Покажу вам, как это всё переливается в таком вот приглашенном свете. Что мне очень нравится в этой палетке, то, что можно всё это смешать. Как вы уже видите, давайте я вам покажу. Например, на вот этот розовый можно нанести чуть-чуть золотого. Вот так вот. И розовое золото. И у нас получается такое очень яркое розовое золото на как розоватой подложке. Затем можно нанести розовое золото на золотой. Даже получается такой перелив, как дохром. Давайте ещё чуть-чуть нанесём. Затем на вот этот коричневый, который довольно скучный для меня лично, можно нанести сверху розовый. Уже получается чуть-чуть дохром. Я, конечно, так, ну, как бы грубо вам показываю. Но, смотрите, затем можно нанести розовое золото. И уже переливается. И даже можно чуть-чуть золотого. Смотрите, какие получаются интересные деньги. Ребята, вот так вот выглядят свотчи на айфон со вспышкой. Именно видно, как это передаётся в реальной жизни, что ли. Потому что всё-таки камера не так сильно передавала, мне кажется. Все вот эти вот сверкающие частицы. Очень красиво блестит. Так что давайте посмотрим. Вот эти вот дуахромы, которые я намешала сама. Это просто какая-то нереальная волшебная пыльца фей, слёзы, единорожка. В общем, очень красиво. Я, естественно, как обычно, пищу от восторга от спешил-формулы Пэт Маград. Пэт, пожалуйста, выпускай побольше именно вот такой вот формулы, а не обычных скучных сатинов и шиммеров. Мне очень нравится, что можно в этой палетке вот эти вот все цвета смешивать и создавать свои дуа-трио-мультихромы. Что ж, друзья, я эту палетку не считаю самостоятельной палеткой. Да, возможно, может быть, кто-то любит делать весь макияж шиммером, но я всё-таки люблю использовать матовые оттенки для выстроения формы. Поэтому я буду использовать вспомогательную, так говорится, палетку. Потому что для меня это полностью палетка-украшалочка. Я буду использовать, возможно, вот такую вот палетку Divine Rose 2 Пэт Маград. Вы можете взять любую палетку, в которой присутствуют коричневатые, розоватые, рыжеватые, я не знаю, оранжеватые, даже красноватые, может быть, даже топ или там мово-пыльно-розоватые оттенки, в общем, всё угодно. Ну, кроме, может, там, не знаю, зелёного или синего. Я буду использовать вот этот вот Divine Rose 2. И, ну, возможно, но это не точно Divine Rose 1. То есть, также скоро у меня на них выйдут обзоры. Точнее, на Divine Rose 2 у меня уже есть обзор на канале на русском языке. И скоро также выйдет обзор на первую диванную розу. Давайте, я уже нанесла свою базу P-Louise. Можете найти любой консилер или базу по тени. С матом у меня Пэт Маград желательно какую-нибудь более такую липкую базу. Беру кисточку у меня за Ева. Это номер М30. Это кисточка для карандаша, для растушёвки карандаша. И я буду работать, начиная от нижнего века. Давайте нанесём такую матовую растушёвку. Беру вот такой вот тёмненький оттенок. Можете взять любой тёмный, тёплый или нейтральный оттенок. И буду наносить с нижнего века и растягивать на верхнее веко. И чуть-чуть потом набивать вот сюда до глубины цвета. Итак, давайте наносим аккуратно. Кстати, удобное довольно зеркало. Вот этой маленькой палетки. Я пыталась делать палетки, ой, палетки, делать макияж только вот этой вот палеткой. То есть, как самостоятельно. Мне не нравится. Всё-таки не хватает матовых. Но как бы покупая эту палетку, должны понимать, что это палетка топеров. Это палетка украшалочек. Это палетка, чтобы попробовать Special Formula от Pet. Это не самостоятельная какая-то базовая или там даже не базовая палетка. Посмотрите, мне нравится иногда начинать вот так вот с нижнего века, потому что, если вы хотите вытянуть глаз, то вы можете по нижнему веку проводить такую легкую линию. И уже видно, то есть, куда у вас будет идти направление растушевки. То есть, ну, легче, потому что, если вы иногда начинаете с верхнего века, ну, то есть, если вы хотите сделать вот такую вот растушевку, то лучше начинать, наверное, с нижнего. В общем, я набираю на вот такую вот кисточку ещё вот этого же оттенка. И давайте буду набивать его на верхнее веко. Чуть-чуть расправляю базу, чтобы ничего у нас не скатывалось. И вот такими вот топ-топ прихлопывающими движениями, как говорит Наталина, тык-тык, начинаю набивать. И чуть-чуть подтушевываю границу. Вот у меня всегда, кстати, правый глаз, когда я так делаю, получается лучше, чем левый, потому что мне намного удобнее, конечно же, правой рукой делать правый глаз. У меня новейшее веко, поэтому я чуть-чуть выше всегда всё веду. Сильно высоко не ведите, потому что иначе у вас нечего будет, как бы не будет мест для растушевки. Но я вообще, я лично не люблю, знаете, когда макияж вот где-то вот здесь вот, а тут ещё такие три метра века торчат. Нет, не моё. Аккуратненько его набиваю, чуть-чуть подтушевываю границы. Очень, я люблю прям такую вытянутую формулу. Это, конечно, у Пэт. Вот эти вот такие фиолетоватые бордоватые оттенки, бордоватые оттенки у Пэт, видите, тут какая у меня чуть-чуть дырочка, пэтчи, как говорится. Их, конечно, всегда надо от тёмного к светлу, мне очень аккуратно с ними работать, потому что они капризные. Затем, ребята, беру вот такую вот растушёвочную кисть. Это за Ева М39. Она вот такая вот чуть-чуть, как бы, так сказать, приплюснутая, если что-нибудь видно. Я буду ею растушевывать границы. Видите, я прям не набираю никакого цвета на неё. То есть, просто пустую кисть и чуть-чуть вот так вот тоненько растушевываю. Вообще, можно тушевать даже в кожу этот оттенок, но я, наверное, чуть-чуть добавлю всё-таки более светлого для разнообразия. Так, смотрите, чуть-чуть. А видите, вот какой пэтч? Ну, ладно, сегодня видео не об этой палетке. Ну да, немного неудобно. Растушевываю границы везде, чтобы был такой более плавный переход. Вот так же чуть-чуть тушую нижнее веко, чуть-чуть наберу оттенка сейчас и просто прохожусь по нижнему веку и вытушевываю наш вытянутый глаз. Итак, я нарисовала уже себе брови. Опять возьму вот такую вот плоскую растушевочную кисть и наберу чуть-чуть вот такого вот светлого оттенка из этой же палетки Divine Rose 2. Чуть-чуть, прям совсем, и буду потушевывать границы. Я уже чуть-чуть, видите, просто растушевала самим вот этим вот бордовым цветом. И чуть-чуть я этим цветом его добавляю, чтобы у меня была более такая равномерная тушевка. Я уже чуть-чуть на этом глазу сделала вне камеры и забыла снять для вас. Но я вам показываю, как можно растушевать. И давайте перейдем к самому интересному, это к самой же палетке, к ее шиммерам. Давайте один глаз я сделаю такой более коричнево-золотой, а второй сделаю более вот такой вот розово и rose gold. И потом, возможно, я просто все это смешаю, чтобы у меня одинаковый макияж. Просто покажу вам, как это смотрится. Я вас приблизила, и давайте наносить сияшечки. Я чуть-чуть нанесу как праймер. Все-таки вот такие вот спешл-формулы хорошо, наверное, ну не наверное, а я уже думаю, наносить как каким-то влажным способом. То есть можете плоскокий смочить в фикс-плюсе, или может быть на какой-то праймер, или там консилер, как Крис. Может чуть-чуть какого-то клея для глиттера, или праймера для глиттера. Я буду использовать вот такой вот инди-бренд праймер. Это Карла Косметикс. Мне его присылали на обзор вместе с глиттерами от этой фирмы. И чуть-чуть нанесу просто вот так вот его, как бы, чтобы приклеить эту спешл-формулу. Да, ее можно носить, ну как сказать, просто пальцем. Но сухой кистью мне не очень нравится, как наносится. Я бы вам посоветовала либо наносить ее пальцем, либо если вы, например, на клиенте наносите кистью, то наносите какой-нибудь такой праймер, который чуть-чуть приклеит спешл-формулу. Я себе прям вот так вот слегка нанесу этого праймера. Буду делать себе вот такую вот форму, такой легкий каткриз. Давайте начнем с розового глаза. Набираю вот этой плоской кистью с этим праймером чуть розового оттенка. И давайте... Оу, гляньте, какой спаркл! Супер! Мне уже нравится. Вообще, кстати, можно даже было вот так вот, ну, оставить, как Hello Eye. Но я сделаю поинтересней. Давайте нанесу его именно вот на более... То есть более к внешнему... К внешнему уголку глаза. И более к внутреннему уголку я нанесу вот такой вот розово-золотой оттенок, чтобы у нас был такой переход. Чуть-чуть с праймером. Видите, надо его так распрямлять. Без праймера вообще не жует никак века эти тени. Но надо наносить пальцем. Давайте теперь я наберу вот такой вот оттенок. Кстати, мой самый любимый в этой палетке. Оу май гадабл! И наношу его вот сюда. Он такой прям какой-то золот... Опять мотоциклисты. Смотрите, он прям отдаёт таким золотом. Очень красиво, кстати. Супер! Супер-супер-супер. Мне он как-то больше золотым переливается, нежели розовым. Но в рефиле он такой более розово-золотой. И можно просто пальчиком взять и добавить ещё золотого. Смотрите, как пальчиком наносится намного лучше. Всё-таки вот такие вот тени лучше делать именно пальцем. И чуть-чуть ещё розового. И давайте их смешаем. Вот такой вот у нас получился rose gold. Теперь я буду на левый... Ну, для меня левый, для вас правый глаз наносить вот этот вот коричневый оттенок и вот этот вот золотой. Вообще, здесь можно смешать вполне все оттенки. Но давайте посмотрим, как они будут в отдельности. А потом я, возможно, их смешаю. Вообще, коричневый мне этот не очень нравится. Ну, как не очень? Не самый мой любимый. Ну, видите, он такой простой. Да, он блестит, но ничего такого прям сверхъестественного в нём нет. Можно вполне было сделать hello eye. Ну, ладно, не буду. Видите, он такой какой-то рыжевато-золотовато-коричневый. И всё. Давайте теперь на носу золотой. Пэт вообще очень любит, естественно, золотые оттенки. Это прям её фишка. Он такой классический. Очень, кстати, красивое золото. Такое классическое. Не сильно жёлтое. Не сильно... Не состаренное. Вот именно классическое золото. Мне нравится. Симпатично. Ну, конечно, вот этот вот rose gold намного интереснее получается, нежели вот такой вот оттенок. Но я думаю, что я потом всё смешаю и покажу вам, как они все смотрятся вместе. Давайте я чуть-чуть прям пальчиком нанесу золото. Видите, пальчиком намного лучше сияет, конечно, нежели кистью. Я нанесла спарклы, также лайфхак. Можно использовать вот такой вот обычный аппликатор для таких спарклов. Намного лучше, чем кисть. Но моё всё-таки любимое это пальцы. Мне кажется, у меня сейчас прям похоже на мой бэкграунд. Ну, как вам? Давайте я наклею ресницы и покажу вам, как вообще выглядит этот макияж законченный. И, возможно, потом я просто смешаю эти все оттенки, чтобы у меня получился вот такой вот общий лук. Давайте посмотрим на макияж. Вот этот у меня глаз, который получился с коричневым и золотым спарклом. Гляньте, он такой, ну, более какой-то классический, что ли, цвет. И левый глаз, давайте я так чуть-чуть вернусь. Это с розовым, вот это розово-золотым Rose Gold Sparkle. Мне намного больше нравится, естественно, как у меня получился правый глаз. Гляньте. Вообще, в принципе, я довольна. Это, естественно, как я уже сказала, палеточка-украшалочка. Можно использовать любыми матовыми тенями. Но цвета такие довольно носибельные и очень блестящие. Друзья, вот так вот выглядит весь мой макияж. Смотрите, как сияет. Я пока не смешала еще. Видите, у меня один глаз такой более золотой. А вот этот более Rose Gold, то есть розово-золотой. Мне очень нравится. Я вообще люблю вот такие вот бордовые, знаете, макияж таких темных, каких-то красноватых, розоватых, бордоватых, фиолетоватых тонах. И очень люблю только розовое золото. Я, наверное, чуть-чуть. Давайте смешаю все-таки. Эти вот оттенки тут нанесу сюда чуть-чуть розоватого, чтобы у меня получилось что-то такое более равномерное. Видите, оно вполне неплохо смешивается. Давайте розовое золото сюда нанесу. И тогда у нас уже получается такой, как розово-золотой дуохром. Вот так вот выглядит макияж, если вы смешаете все-все-все с парком. Ну что ж, давайте поговорим о палетке. Я обычно оцениваю все палетки теней по своей десятибальной шкале. У меня есть такие пункты, как, например, цена, идея, колористика, качество матовых теней, качество шиммеров, упаковка, презентация. Вроде бы все. Я эту палетку не буду, скорее всего, так оценивать. Просто вам расскажу свое мнение. Потому что это не обычная палетка теней. Здесь нет матовых растенков. Это именно палетка спарклов, палетка украшалочка, палетка такое баловство. Это не самостоятельная палетка, как бы там не пытались сделать какой-то макияж только шиммером. Ну, мне кажется, что, в принципе, правилов в макияже нет. Но чтобы нарушать правила, надо их знать. Я не люблю делать макияж только шиммеров. Я обожаю шиммеры, спарклы, глиттеры, все. Но я все-таки люблю прорабатывать складку матовыми тенями. И это, конечно, я пробовала вот этот вот, знаете, коричневый положить как в складку. Ну, блин, мне не нравится макияж с этими шиммерами. Но если вам нравится, то, в принципе, прикольно, почему бы нет, можете использовать ее как самостоятельную палетку. Я считаю, что эта палетка дополнит любой, ну, практически любой макияж. Возможно, не синий, не зеленый, но, в принципе, любой теплый, нейтральный макияж, она дополнит. То есть, можно сказать, любую, совершенно любую палетку. Там, мне, кстати, очень классно, она идет к Anastasia Beverly Hills Modern, которая очень скучная сама по себе. Ну, она хорошая, но скучная. То есть, это вот такая вот палетка спарклов. Я думаю, что очень классная идея, что Пэт делает, ну, кроме тела-ла, вот эти вот Astral Quote. Ее новогодняя рождественская коллекция меня не впечатлила, потому что там нету ни одной спешил-формулы. Я не хочу ее покупать, я, ну, как-то вообще мне не интересует это. Astral Special Quote, это именно ее спешил-формула. То есть, это вот запеченные спарклы, запеченные глиттеры. И, кстати, вообще у Пэт спешил-формула, она разная. От палетки к палетке варьируется, и от тона к тонов варьируется тоже. Мне очень нравится эта идея создать именно вот малышку из Special Shade. Здесь, кстати, по полтора грамма на каждую рефил, что, в принципе, ну, неплохо. Ну, это да, в принципе, полтора грамма, это неплохо. А шиммеры, наверное, расходуются, ну, как по мне, наверное, больше, чем матовые или нет. Я не знаю, смотрю, как вы думаете. Я люблю, например, шиммерам очень много нанести, поэтому у меня расходуется, наверное, довольно сильно. Она тяжеленькая упаковка, очень такая увесистая, сразу видно, что это люкс. Она такая прям, мне кажется, ну, наверное, не разобьется. Мне, кстати, что очень нравится, что не замыливаются эти рефилы, то есть, они такие очень приятные. Сразу видно, что хорошего качества. Я вообще обожаю вот эту формулу Пэт, она кому как, но мне очень-очень нравится. Так, у меня в огороде бузина, в Киеве дядька. Итак, мне нравится этот формат, потому что, например, если вы хотите попробовать Special Shades от Пэт, но вы не хотите покупать большую палетку Mothership, то купите Astral Quod. Вот, у нее три Astral Quod, это вот это вот, затем есть Nirvana, что-то там. Это такая более яркая, сине-зеленая палетка, сейчас ее открою. И у нее есть еще третья, которой у меня нет, потому что она такая самая обычная. Я ставлю картинку, там есть коричневый, там есть какой-то бордовый, золотой. Мне кажется, что я, в принципе, могу продюбить, то есть, найти аналоги вот этой вот палетки в моей коллекции, даже в коллекции Пэт, что у меня есть. Это вот вторая палетка, она такая более яркая, более дерзкая, более для любителей цвета. Про нее у меня также либо будет, либо уже был обзор, смотря, когда я выложу это видео. А вот эта палетка, мне кажется, она именно для тех, кто любит золото, любит такое что-то розовое, теплое, нейтральное. И она, в принципе, подойдет под любой, ну, макияж, как я сказала, рад, что, может быть, на какой-то там синий, зеленый, матовый не пойдет, но, в принципе, на все пойдет. Даже на фиолетовый, мне кажется, пойдет, на бордовый и на красный. В общем, я уже это говорила, так что, если вы хотите попробовать палетку, точнее, вы хотите попробовать именно Special Shades от Пэт, и вы не хотите покупать, старайтесь на большую палетку, возьмите Astral Code. Если вы, например, стесняетесь носить, там, не хотите, не любите синие, там, зеленые оттенки, это не ваше, то возьмите ее. Не могу пока ничего сказать про иллюминацию, вот эту вот красно-желто-коричневую, но, мне кажется, это такая самая светлая из всех этих трех палеток. Вот эту я бы назвала такой более яркой, смелой. Красно-коричневую-золотую назвала более такой какой-то обычной, более темной также, а это вот именно такая, которая, возможно, подойдет многим, и многим она нравится. Я, вообще, сначала сомневалась на ней, но она мне понравилась. В новой коллекции у Пэт, например, вот эти четверки, там нету Special Formula, что мне вообще не нравится. Я когда увидела, блин, там реально какие-то матовые стены, зачем они нужны за такую цену? Уж лучше возьмите что-нибудь такое. А давайте о формуле. Мне кажется, что здесь, например, вот этот вот коричневый, он такой более маслянистый, в нем чуть-чуть менее глиттера, он такой чуть-чуть более, ну, чуть-чуть менее шиммерный, нет, он очень блестит, но для меня он чуть-чуть менее шиммерный, чем, например, вот эти другие оттенки. Затем золотой, он слегка похож на коричневый, но мне кажется, он вот чуть-чуть посуше как-то. Тоже он очень пигментированный. И затем вот этот вот Rose Gold, это такой более топпер. Он очень мягкий, он очень так плавно переносится на века. И, опять же, Кэп уже показывала на сводчем, вы можете всех перемешивать между собой. Можете использовать коричневый, а затем нанести розовый, а затем нанести золотой, а затем нанести вот этот вот, и у вас появится такой коричневато-розоватый-золотоватый Trio Multichrome. И вот это вот, точнее, вот этот вот розовый оттенок, мне тоже он очень-очень нравится. Он такой очень мягкий, он мягче, например, чем вот этот вот золотой, ну, по крайней мере, вот у меня, чем вот этот коричневый. Вообще, у Пэт иногда бывает, что от палетки к палетке качество варьируется, но я в этой палетке качество превосходное шиммеров. Я видела, что многие, кстати, про Special Formula Pet говорят, что типа нет, там оно все сухое, и все такое, но, друзья, я вам объясню. Это такая, как бы, определенная формула, это не классические такие жирненькие шиммеры, как у той же бывают Худы, у нас тоже бывали Хиллс или у Диноны. Это именно baked shadows, запеченные тени. Как их наносить? Пальцем, пальцем, пальцем или аппликатором. У меня он где-то валяется, знаете, таким, как в 2000-е от палеток. Если у вас осталось, не выкидывайте или на леки закажите, наносите их аппликатором. Плоской кистью сухой очень не советую, блестки будут лететь, все такое. Также советую делать сначала макияж глаз. В принципе, я всегда советую сначала делать макияж глаз, если у вас не какие-то там супер непигментированные тени. Если вы хотите все-таки наносить плоской кистью, например, там на клиенте, ну или вот так, хотите, у вас там нет аппликатора, то смочите кисть в фикс-плюсе от MAC или в любом сеттинг-спрее, с фиксирующим спреем, ну или даже просто, не знаю, водой, ладно, на крайний случай. То есть влажным способом ее очень хорошо носить, и влажным способом они становятся такие более влажные и более-менее сверкают. Также можно использовать чуть-чуть на какой-то праймер там для глиттера или что-то праймер для теней чуть-чуть, ну даже на клей для глиттера. Ну, в принципе, если не заморачиваться, то просто пальцем, аппликатором или влажным способом плоской кистью, все. Сухой кистью не советую будет облетать, я видела, что говорю, типа, ой, все летит, все летит, ну да, просто тень нельзя просто вот так вот взять сухой кистью, нанести, нет, оно все будет облетать. Друзья, могу ли я вам посоветовать эту палетку? Я думаю, что да. Если вы хотите попробовать именно Special Formula от PET, вы не хотите покупать, например, большую палетку, то возьмите ее. Также, если вы не такая трансуха на выгуле из сорока, как я, но вы хотите что-нибудь, что очень красиво блестит, и что-то, что вы можете реально совместить с другими матовыми тенями, то возьмите именно эту палеточку, она точно вам подойдет к всему. Ну, в принципе, придраться мне здесь не к чем, но я всегда могу придраться. Например, PET любит всегда везде совать вот эти вот золотые шиммеры, коричневки она тоже любит, но тень очень хорошего качества, золотой шиммер реально подойдет к многокаким макияжам, многокаким типам кожи, типам нежности, то же самое коричневым, поэтому это такая очень носибельная палетка. Но, естественно, понимаете, что это именно очень блестящая, очень глиттерная, очень шиммерная палетка. Если вы хотите какое-то очень деликатное такое сатиновое освещение, то, возможно, это не для вас. Если вы хотите хорошую, качественную, люксую, блестящую палетку-крышалочку, то ритуал, ритуалистик роз, господи, я просто спутаю все названия, то ритуалистик роз это то, что вам должно понравиться. Кстати, было бы очень классно, если бы Пэт выпускала побольше палеток именно вот таких вот. Вообще, я Пэт люблю за спешил форму. Если честно, мне, ну да, матовые, ну блин, матовых у меня и так много, но, честно, вот именно матовые, меня ее как-то особо не интересует. И шиммеры у нее, ну, тоже такие же шиммеры есть у других брендов, они замыливаются. Кстати, ну, я вообще терпеть ненавижу, если вы смотрите мой канал, вы уже об этом знаете. А именно спешил форму туда. И это, наверное, ее самый любимый формат, это вот такие вот четверки со спешил формулой. Мне кажется, что я бы, если бы все ее палетки Мазершип, можно было чисто купить шиммеры, я бы чисто купила, ну, вот спешил формулу, я бы чисто купила, например, спешил формулу, потому что, в принципе, целиком палетка я, вообще вот палетка Мазершип меня привлекает именно спешил формулой. Да, в некоторых там в третий Бранд Седакшн, точнее, в пятый Бранд Седакшн, и в третий, не помню, как называется этот Мазершип, Третий, да, там есть прикольные тоже шиммеры, именно не сатины, но в остальных ее палетках, у меня уже вышли какие-то обзоры, или будут постепенно выходить, вы увидите, в остальных ее палетках очень много сатинов, которые, в принципе, вообще не нужны, так что это самый классный формат для пэт. Если вы хотите попробовать именно от чего все тащатся от пэт, то пробуйте Mothership, или пробуйте вот эти вот малышки, не берите палетки-шестерки, если вы хотите именно попробовать вот эту вот формулу пэт, не берите ее в новую коллекцию, берите именно вот это вот. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился мой обзор, вам понравился мой макияж, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, также напишите, что вы еще хотели увидеть на моем канале, какие видео, какие макияжи, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, где я выкладываю разные свотчи, обзоры, пишу, в общем, макияжи, все, что угодно связано с косметикой, подписывайтесь на мой тикток, подписывайтесь на мой комеди аккаунт в инстаграме, я оставлю все внизу в инфобоксе, и не забывайте, конечно, оставлять комментарии, лайки, это очень помогает развитию моего канала, и спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на меня, ставьте колокольчик, и увидимся в следующем видео, пока-пока!